Добро пожаловать! Для лучшей навигации используйте тайм-коды в описании. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Бойся своих желаний. Тихая неудачница Клэр получает в подарок от отца старинную шкатулку. К её удивлению оказывается, что шкатулка умеет исполнять желания. Теперь-то она расквитается со всеми, кто над ней смеялся. Желания исполняются, но не совсем так, как задумывала Клэр. И с каждым новым желанием впоследствии становятся всё страшнее. Субтитры подогнал «Симон» Линкольн для адвоката 2011 года Микки Холлер – блестящий и удачливый адвокат из Лос-Анджелеса, чей яркий имидж и образ жизни отлично дополняет его любимая машина Линкольн. Очередное дело – нападение богатого клиента Луи Рулле на проститутку сначала казалось лёгким, и он без труда добился оправдательного приговора для подзащитного. Но вскоре Микки понимает, что её клиент скрывает правду. Пока Холлер пытается вывести Рулле на чистую воду, его подставляют по-крупному, и теперь уже угроза тюремного заключения нависает над самим Холлером. Супер МакГрубер Планета под угрозой уничтожения, Вашингтон в опасности. Безумный дитер вот-вот взорвет Белый дом с помощью украденной ядерной боеголовки. Армии и спецслужбы всех государств опускают руки. Кто же спасёт мир? Конечно, МакГрубер! Продолжение следует... Столкновения Законы преступления, порядок и беспредел, защитник и жертва, неизбежное противостояние и столкновение, полицейский порядок, законопослушные граждане, закон. Но все ли граждане, стоящие добропорядочными, соблюдают законы? И всем ли представителям закона стоит доверять? Прикрываясь значком полицейского, они вершат беззаконие и из праведников превращаются в изощрённых насильников. Внутри моей памяти 2003 года Когда Саймон пробуждается в больнице, он не помнит событий последних двух лет, ни собственной свадьбы, ни автокатастрофы, ни гибели брата, в которой обвиняют его. Но вскоре он обнаруживает, что может вернуться назад в своей памяти, а значит должен попытаться изменить будущее. Жестокие игры 1999 года Себастьян знает сладкий привкус лёгких побед, в его руках чужие тайны и ключи от неприступных спален. Катрин устал от простых интриг и банальных признаний. Тогда современная Казанова и скучающая красавица придумывают себе новое развлечение. В их жестокой игре не хватает только жертвы. Я знаю, что вы сделали прошлым летом. Компания выпускников весело провела вечер на берегу моря. Возвращавшись на машине домой, они сбивают непонятно откуда взявшегося человека. Решив, что он мёртв и не желая лишних неприятностей, они сбрасывают тело в море. А ровно через год получают письмо. Кто-то знает их тайну. Кто-то знает, что они натворили прошлым летом. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!